Ребят, я не знаю, как это объяснить, но я только что встретила Брэда Питта. Йоу, хей, это Маша Вэй. Я на самом деле не очень люблю разговорные видео, но дело в том, что я приехала из Америки, я привязала кучу всего, я увидела там Брэда Питта. Поэтому сегодня я решила все-таки заснять видео, где я говорю, где я вам что-то рассказываю. Поехали! Первое купила в Америке полешлепки из Urban Outfitters. Я просто загорелась этой темой еще в октябре. Но проблема в том, что в них в Москве, в принципе, негде ходить. Я в них, конечно, пофоткаюсь, еще что-нибудь поделаю, но не советую вообще тратиться на них, чтобы реально в них ходить. Эту кофту я купила в Америке. Я ее, как увидела, я влюбилась. Мне кажется, это как будто коллаборация с каким-то брендом. Следующее, то, что я купила, тоже в Urban Outfitters. Я увидела многих... Это детская, Маша? Это не детская. Блин, это не детская. Мне кажется, она очень классная. И она на ощупь такая просто. Следующее, то, что я привязала, я вообще не хотела, на самом деле, тратиться на эту толстовку. Смысл в том, что я когда ее надела, я не смогла ее снять. Не потому, что я слишком жирная, а потому, что она настолько крутая на ощупь. Ей просто как в одеяле. Майка, которую я купила, вот она как раз только вышла. Круто смотрится с джинсами. Может, даже у нас где-то продается. Татош, привет. Ты знаешь, что у тебя не ущики? У кого не ущики, говорят, понят меня. Если вы подписаны на меня в инстаграме, то вы точно должны были видеть эту кофту, потому что я шесть фотографий подряд выложила в ней. Где-то на четвертой начали писать, хватит выкладывать. Но, если вы вдруг не видели, то обязательно зайдите, посмотрите. Я, короче, ездила к бабуле и пошла в секонд-хенд. Что ты так смотришь-то? Это вообще у меня было развлечение такое. В секонд-хенде сейчас куча всего. Понятно? Первое, что я там купила, это вот такую юбку. И она реально выглядит очень классно. Дальше то, что я купила, это вот такую оранжевую толстовку. У меня все спрашивают, откуда эта толстовка. А она просто секонд-хенд. Я там собрала весь секонд-хенд. Там столько крутых вещей, и их никто не покупает, потому что туда приходят взрослые, и они так смотрят, типа, ух, что это такое? И поэтому я там собрала все. Я туда ходила два дня подряд. На второй день я привела свою маму. Моя мама там тоже накупила себе кучу всего. Искренне вам сейчас советую сходить в секонд-хенд. Я знаю, вы не привыкли это делать. Я уверена, вы там что-нибудь найдете. Следующий я хочу показать. Это вот такая офигенная майка. Смотрите сейчас, что будет. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Это летняя коллекция Фаберлик. Она прямо сейчас продается. Еще одну я купила. Я мне как раз лежу на обложке каталога Фаберлик. Это моя первая обложка каталога Фаберлик. Я вообще не верю. Эту фотографию мы сделали не специально. Я просто лежала на земле. Пьяная, валялась. И фотограф в этот момент, он то ли там настраивал свет, настраивал камеру, он просто сделал вот этот снимок. Это поставили, блин, на обложку. Итак, у меня в руках летняя версия бьюти-бокс от Фаберлик. Давайте уже посмотрим, что там внутри. Так выглядит сама коробочка Фаберлик, которую вы тоже можете заказать и туда наложить кучу всего. Первое, что я хочу показать, это новинка. Консилеры. Ура, они появились в линейке бьюти-бокс. Посмотрите, тут 4 разных оттенка. Первое, это для тех, у кого такой розоватый подтон. Три остальных, они более такого телесного бежевого оттенка. Наносятся они очень легко. Главное выбрать подходящий для себя оттенок. Лично мне, так как сейчас лето, подходит больше всего третий оттенок. Он очень классно маскирует всякие темные круги, всякие неровности. Это прям мой фаворит. Еще одна новинка, то, что мне очень понравилось, это вот такое наливное средство. И ее можно использовать и как румяна, и как средство для губ. Ты его вот так открываешь просто и можешь легко нанести на губы. Очень круто пахнет персиком или личи. Следующее, то, что идет в коробке, это иллюминайзер для лица. Я в него просто влюбилась. Это штука, которая создает эффект сияния на коже. И несмотря на то, что тут написано, что он для лица, на самом деле его можно наносить везде, где вы хотите. У него вот нет какого-то определенного цвета. То есть он подходит любому-любому тону кожи, но он делает вашу кожу просто красивой. И причем он сейчас стоит всего лишь 299 рублей. Можете проверить на сайте. Ссылку я оставлю на него под видео. Кстати, иллюминайзер можно еще смешивать с тональным средством. Feel Fresh. Я уже его показывала. Придавать сияние коже и плюс к этому сразу маскировать какие-то недостатки. Так что я советую брать в комплекте. Это мелки для волос. Они просто офигенно круто смотрятся на волосах. Будь здоров, Татош. Вот, это правда. Легко наносятся, потому что они выглядят как утюжок для выпрямления волос. У меня было видео, когда я красила себе волосы в разные цвета. Я заказала мелки. Принесла их, было очень красиво. Но потом эти мелки еще не смывались у меня неделю. Они просто въелись в структуру прямо в мои волосы. И я с этим ничего не могла сделать. Вот с этими мелками такого ужаса нету. У меня есть, наконец-то, белые флеш-тату, о которых я мечтала. Белые татуировки, это вообще что-то новое. Они смотрятся просто очень круто на теле. Я себе так даже хотела, я не могла их найти. Дальше тут есть лип-тату. Это не та вот страшная пленочка, которую все заказывали с Алиэкспресса. Это тинт для губ, который будет держаться у вас весь день. Вы наносите ее на губы, можете потом промакнуть, можете не промакивать. И все. Мы ради интереса просто нанесли тинт на руку и стерли его влажной салфеткой. Точнее, не стерли, а он остался на руке. И причем вот первый цвет, который мы нанесли, был ярче. То есть это реально штука, которая будет с вами целый день. Я вам очень советую. Она есть в разных оттенках. Зайдите, посмотрите. Следующее то, что идет в бьюти-боксе. Наклейки на ногти в виде эмоджи. Мне кажется, что эмоджи это то, что вот никогда не выйдет из моды, будет актуально. По крайней мере, еще очень-очень долгое время. И она наносится просто за одну секунду и остается с вами, насколько вы хотите. Пока ноготь не отрастет, не отвалится. Покажу лаки. Они сейчас в новых оттенках. Candy Nails. Вот такие малыши. Там есть и матовые, и глянцевые, и со спецэффектами. В общем, выбирайте. Смотрите, какие вам нравятся больше. Но цвета очень классные. Я вам не показывала этих матрешек. Это бальзам для губ. Я его даже привозила в Америку и дарила всяким моделям. Они все такие, ой, это так красиво. Вот эти вот матрешки, это с запахом колы. А вот это уже новые матрешки. Они пахнут ананасом. Эта матрешка у меня все время с собой. Я даже когда с Татошей иду гулять, она у меня постоянно лежит в кармане. Вам уже знаком этот патч для губ. Я его показывала. И тушь Fly Lashes. А вот аромат идет новый. Смотрите, он теперь салатовый. Называется он по-французски Sorbet Jolie. Смысл в том, что его сделал французский парфюмер. Как только ты наносишь вот этот аромат, у него, ну там первые 10 секунд, верхние ноты это ягоды, что-то такое свежее. И после этого, буквально там через какое-то время вы можете походить вот так понюхать, он начинает раскрываться абсолютно по-другому. И проявляется пудра, такой пудровый запах нижней ноты. Это мускус, сандал и кедр. С одной стороны это очень свежий такой аромат, но с другой стороны, если к нему принюхаться, он получается такой достаточно секси. Последнее, что я вам сегодня покажу, тени, потому что это новая палетка, не такая, как была. Палетку вообще стоит купить только из-за того, что тут матовый черный. Это просто моя любовь и ей любовь, наверное, всех, потому что он все время пригодится. Мы получаем палетку натуральных оттенков, то есть два сатиновых таких светлые и два матовых темные, из которых вы можете сделать по-настоящему красивый макияж глаз. И если вы хотите добавить какого-то цвета, то вы как раз можете добавить что-то посередине. В один прекрасный день я была в Нью-Йорке одна. Я грустила и искала, где поесть. Иду по улице. И я вижу огромное количество людей. Они что-то там стоят, кричат. Я решила задержаться и такая с прищуром стоюсь и пытаюсь понять, что там происходит. А самое еще трудное было то, что ты не мог там долго стоять, потому что полицейские абсолютно всех прогоняли. Если вы не папарацци, если у вас нет ID, то вы не можете тут стоять. Я думаю, ладно, пофиг. Если меня сейчас арестуют, то пускай арестуют. Я хотя бы постою, посмотрю, что происходит. И тут я понимаю то, что я каким-то образом просто гуляю по Нью-Йорку вечером. Одна, не в выходной день попала на премьеру фильма. Фильм назывался «Ог-Джа». Я не знаю, как он будет называться по-русски. Там был и Джек Джилленхилл. Там был чувак из «Ходячих мертвецов». Там была Лили Коллинз. Там была моя любимая женщина, которая вот эта инопланетянка Тильда Суиндон. Она и в жизни выглядит так же. Такая щурец, думаю, нифига себе. И тут проходит Брэд Питт. Как это вообще реально. Проходит мимо, всем машет. Я судорожно жала на кнопку, чтобы сфотографировать его. Там все кричат «Брэд Питт». Я никогда не фанатела вот, чтобы прям по кому-то. Я не думала то, что я буду фанатеть по Брэду Питт. Но тут у меня к нему такие чувства появились. Я секунду увидела. До сих пор у него дома стадобав. Напишите, встречали ли вы кого-нибудь в своей жизни? Или видели кого-нибудь знаменитого в своей жизни? Потому что это классное чувство. Я вам всем желаю встретить кого-нибудь этим летом, чтобы оно вам запомнилось. Короче, да, ребят. Это мои истории на сегодня. Сделайте репосты этого видео на моей странице ВКонтакте. И мы подарим счастливчикам коробки вот такие со всеми средствами, которые я сегодня показала. С вами была Маша Вэй. Пока-пока. И, кстати, ребят, я еще купила очень много крутых штук для дома. Если вы хотите увидеть вторую часть фаворитов и как я украсила свою комнату, ставьте палец вверх под этим видео. Пока. Брэд, я смотрела все твои фильмы.